Привет, ребятки! Обычно я как-то склеиваю, монтирую выпуски свои сегодня. Вот просто включил сейчас камеру и попер. Ну, во-первых, что хочется сказать. Да, сорян, извините, не каждую неделю получается выкладывать видосы. Ну, этому есть несколько объяснений. Во-первых, у меня есть работа. Во-вторых, мне иногда просто лень. В-третьих, на прошлой неделе у меня был просто день рождения, и было не до этого. Спасибо, кстати, всем, кто поздравил, особенно тем, кто пришел ко мне в гости. Несмотря на то, что мы не знакомы лично, было круто. Днем рождения! Днем рождения! Я люблю вас! Итак, давай, давай! Опа! Я просто смотрю Ваню каждый день, практически каждый день. Ну, а телеканал Масло 24, и просто восхищаюсь его харизмой. Я просто пришла сюда, потому что он опубликовал свой домашний адрес в инстаграме. Ну, ты любишь его тайно, нет? Нет, ну, там все, я люблю. Повеселились, оттянулись. Вот. Ну, а что сегодня? А сегодня вообще я мог бы, вот честно, мог бы остаться дома, никуда не идти, ничего не снимать, потому что я болею. У меня вот сейчас температура где-то 37,7. Чувствую себя хреновешим. Но я подумал, что второй раз пренебрегать вашим вниманием будет, ну, слишком, слишком некрасиво. Ну, а идем мы, знаете, с вами куда? Идем мы с вами на фестиваль Сушка. Это такое мероприятие, которое устраивает сайт нашего телеканала m24.ru. Там выкладывают, ну, каждый может повесить свои фотографии и, как бы, типа, таким образом показать, что он молодец, что он классно фотографирует. Я с задачей уже сейчас одной проблемой. Мне нужно как можно скорее выздороветь, поправиться, потому что понедельник уже на работу. И давайте просто узнавать у людей, как можно быстро выздороветь, как можно быстро справиться с простудой. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а вы часто болеете? Нет, я здорова абсолютно. Никогда не? Вот в чем секрет ваш? Я просто заболел, хочу узнать, как мне быстро поправиться. Подскажете? Подскажете, конечно. Давайте. Есть такие инновационные технологии, основанные на принципе природного явления и биорезонанс. Ваш организм благодаря этим технологиям настроивается на петалонные здоровые вещества. И вы обретаете здоровье до мира, как и врача. У меня такое ощущение, что как бы это я к вам подошел, а у меня такое ощущение, что это вы ко мне подошли и предлагаете мне что-то купить у вас. Ну, у вас есть что-то? В смысле? Ну, что-нибудь в сумке у вас есть? Ну, вы что в сумке? У женщины в сумке целая жизнь. Я имею в виду... Скажите мне... Я имею в виду нано вот эти технологии. Я как пользователь сад не чистится, а микрочастоты. Микрочастоты, да. Я прошу, прошу. Ответственно наношу с собой. Скажите, мне нужен Ленинградский проспект, дом 15. Ленинградский проспект, дом 15, это вам вон туда. По этой же стороне. По этой стороне, по нечетной, да. Не, подожди, а микрочастоты? Ну, что вы хотите? Хочу их получить. Где мне? Вы разрекламировали, а как теперь, где мне их брать? Как вы, два в одном, да, все сразу? Давайте, ваш телефон. Два в одном. Ну, как бы и с молодым человеком симпатичным познакомились. Я два в одном. А вы познакомились с симпатичной молодой женщиной. Тоже верно. И еще и микрочастицы прорекламировали. А только я могу набрать? Или мои подписчики тоже могут обратиться к вам за микрочастицами? Частотами? Конечно. Порядочечки, дорогие, обращайтесь. Будьте здоровы. Вот здесь сейчас телефон Ольги появится. И звоните ей за микрочастотами обязательно. И так каждый может, в принципе, сделать рекламу в моем видеоблоге. Пишите, оставляйте свои контакты. И я отрекламирую любые ваши микрочастоты. Блин, смотрите, какая жопа. Полностью здесь забор. Стоит вот так сплошняком. И никак его не обойти. Вернее, обход вот через белорусский вокзал. Слушайте, ну я не для этого поселился вообще-то в центре города, чтобы вот так вот обходить. Да что это такое, разве ли ты тут понимаешь? Или вы довольны всем? Я сильно довольна. Этим летом гулять по столице сплошное удовольствие, как вы считаете? Красота, да? Я здесь первый день на работу ходил. Ааа, везет вам. Ну, по таким историческим местам, по красоте, по такой гуляете. Кстати, может быть, вы подскажете, вы выглядите вполне здоровым человеком? Нет, не здоровым? Здоровым. Ну, не болеете. Я просто заболел. И я вот думаю, как бы поскорее поправиться. Я отлично, наверное, инфаркт получил. А вот каково это, получить инфаркт? Вот что ощущаешь в этот момент? Тебе как, по-русски скажут? Угу. Пик, если чего-то могу сказать. Ну, как, не очень приятно, вот так скажут. Ну, как, тут думаешь, все, умираю, да? Ну, я, нет, я не думаю, что умираю. Это ощущение приходит, наверное, по-другому. Потом как-то сознание теряешь или что? Вот как происходит? Нет, ничего не теряю. Очень сильная боль. У меня, это самое, сводило руки вот здесь. У кого как? У кого руки сводят, у кого плечи там, я не знаю. Ну, у меня руки сводило. Скорая, да, мне будет, в принципе, подпрускую еду. У меня скорая приехала через операцию. Слушайте, ну дай бог вам здоровья. Ну, идите, не болейте. Не болейте больше. Так, ну а мы продолжаем интересоваться у москвичей. Как же быть здоровым? Вот вы здоровый человек? Не болеете? Вы же скажете, что я не москвичка. Ну, то есть, что, в принципе, синоним слова здоровый, да? Сразу снимает вопрос. А откуда вы? Ваши колорги из Москвы. Ох, какая! Ты же москвичка, не москвичка. Что это? То есть... Нет, я хотела просто... Это новый тренд такой у москвичей, говорить, что они не из Москвы? Да. Нет, хорошо. Вот вы здоровый человек. Ну, не болеете? Нет? А что вам помогает? Что вы что-то пьете, что-то едите? Спортом занимаетесь? Ничего не пить. Вообще ничего? Спиртного не пить. Вообще не пьете алкоголь? Очень редко. Ну, так иногда чуть-чуть, да? Мой йод могу выпить, что-то безысходности. А, мой йод? Слушайте, ну, если вы пьете мой йод от безысходности, тогда вы, наверное, можете вообще не болеть никогда. А если болеете, то, ну, там, лечиться в Швейцарии где-нибудь, да? Нет. В детоксикацию не проходите? Нет. Ну, ладно. В общем, не пить, да, главный совет? Совет от? Нет, не от москвички. Не от москвички. Ладно, это была проверка очередная. Спасибо. Я поняла. Кстати, пусть мои солнечные очки вас особо не смущают. Это не то, чтобы в Москве очень солнечно. Просто я выгляжу хреново. И не хочется мне, чтобы вы меня знали таким некрасивым. Хочется, чтобы вы думали, что Манька Базанов красавчик. Вообще всегда прям четкий, классный. Ой, слушайте, кого я вижу? Кого я вижу? Седьмой номер. Венгерской сборной. Можно у вас, вам вопрос задать небольшой? Да ладно. Что, не понимаешь, что лептает? Съебаться с ума. Ого, какое здание красиво. Испугал его здание немножко. Конечно. Не надо. Вы не пугаетесь. Я просто хотел у вас узнать, что это за здание такое красивое, вы не знаете? Ну, это здание нейрохирургии имени Мурденко, первое. Оно старше вас? Ну, ему не знаю, сколько лет. Ну, я думаю, меньше, чем эти клиники. Меньше 25. Меньше 25, да. Ну, а про ваш возраст кокетливо умолчим. Все-таки здорово жить недалеко от центра. Выходишь, 15 минут прогулки, и ты уже в эпицентре красивых зданий, красивых людей и красивых экскаваторов, конечно же. А, кстати, о зависти. Блин, мне тут прислали такой крутой ролик. Чувак обо мне снял целую серию своего блога. Я не помню даже, как он называется, не буду вам даже говорить, не буду ссылку оставлять. Не надо, вам не надо туда заходить. Просто вот, посмотрите, пару отрывков, и это прикол. Я просто нажал на первое попавшееся, где первой фразой я услышал где-то за 15 секунд этого разговора вот это. Здесь библиофестиваль. Где? Где тут ваш Ларин? Где Хованский? Где Джарахов там? Вот где они все? Нету. Нельзя судить о людях, пришел на Библионочь или нет. Блогеры, миллионники, постоянно заняты. Они участвуют в каких-то проектах. Николай Соболев книгу написал, а Миран Сардаров написал несколько книг. Это блогеры, миллионники. И только потому, что он пришел на Библионочь, а остальные не пришли, сразу говорят, что они тупые, и они книг не читают. Это, по-моему, вообще просто полный маразм. Знаете, вот иногда смотришь какую-нибудь фигню просто для того, чтобы удивиться, какая это фигня. То есть я, например, смотрел Петросяна в детстве, ну, потому что, потому что я сидел и думал, блин, офигеть, это же кто-то смотрит, это же чувак же думает, что он смешной. Вот, и примерно такой же этот видеоблогер, который думает, что он, ну, какую-то информацию несет людям. А смысл-то в том, что у него просто нет чувства юмора. То есть у чувака просто отсутствует, вот, ну, отсутствует такой ген в организме, его просто нет. Который отвечает за наличие чувства юмора, его просто нет. То, чтобы как-то посмотреть на ситуацию. А-а-а, блин, он же пошутил, когда говорил, что блогеры тупые. Нет, это им в голову не приходит. Под одним из видео у Ивана Базанова я нашел очень интересный комментарий. Спасибо, всегда очень веселые и позитивные видеоролики. А то заходишь к этим топ-ютуберам, всегда грязь и вообще ужасные видеоролики люди снимают. А вот Иван у нас прям, блядь, кладец позитива. Не лайкайте, это похотливое животное. Хотя я могу вам найти несколько видеороликов, где Иван прям-таки выводит людей на крайне негативные эмоции. А у вас что-нибудь зеленое вообще есть? Да, есть. Где? Что? Я не вижу ничего. Покиньте, пожалуйста, территорию парка. При этом он выступает от лица всех оскорбленных блогеров. Он на аватарке у себя там Джарахова зафигачил, Уарина, типа, они все такие возмущенные, они такие, Базанов, да ты охренел? Кто тупые? Мы тупые? Мы сейчас тебе покажем. Вот наш представитель, он сейчас все выскажет тебе за нас. Вот примерно такой плевок я, такую пощечину получил от всех видеоблогеров страны. Ребята, я на коленях прошу вас прощения. Пожалуйста, пожалуйста, больше не насылайте на меня вашего пса войны, этого... Этого задника апокалипсиса, пожалуйста, больше никогда не посылайте. Я больше никогда не буду про вас говорить плохо. Честное слово. И можете написать Ивану Базанову под его видео хэштег Базан Офф. Всем пока. А вот мы видим, как идут работы по программе «Моя улица» на улице Петровка. Но, правда, сейчас у строителей перерыв, и они немножко прилегли вздремнуть, немного отдохнуть, да? Не знаю. Я только прошу. А, да? Ну и как? Доброе утро? Да. Хорошее утро? Ух, хорошо. Какого числа? 31 декабря. Мне все-таки плотно. Ну, а такая зима выдалась. Лето же было не очень хорошее. Как в Армении. Как в Армении примерно, да. Получше покупаю. О, что-то вы засыпаете уже, да, потихоньку? Да, я стараюсь как-то подмечить сил. Тратить, да? Тратить на внешние отношения. Ну, все, тогда не буду вам мешать. Отдыхайте, отдыхайте. Спасибо вам. Не перетруждайте себя. Правильно живет человек. Не тратит лишних сил. Счастливый, здоровый сон. Ему в награду за это. Ну, а мы тем временем уже зашли в Сатер Митаж, где, собственно, и дал должность пройти кестиваль в Сатер Мишка, правда, я пока его не вижу. Ниже из своих коллег, Ксения Сиданова и Светлана Милорадова должны сегодня здесь быть, по идее. Слушайте, я позвонил сейчас кому надо и выяснилось, что это не я, Лошар, это просто отменили мероприятие. Но это же не значит, что мы с вами должны отменять сегодня наше мероприятие. Ну, вот, например, турнир по го... У вас турнир проходит? А? Турнир у вас проходит, нет? Да, конечно. Вы как, побеждаете? Да, конечно. Турнир проходит между мной и Шарик. Да. Ну, что-то, по-моему, он побеждает сейчас пока что. Нет, всегда выиграю я. А, ну так-то да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а продолжение войны и мир не собираетесь писать? Ну, там, в Сирии сейчас война. Наконец-то приличное зеркало появилось в Москве. Есть на что посмотреть хоть теперь в саду Эрмитаж. Доброе утро. Доброе утро. Ну как, вы выспались? Ой, так понравилось. Угу. Отдавить, давай, я раз в пять здесь был. Раз в пять спали? Да. Сегодня? Нет, ну как. Сегодня я не могу спать физически пять раз в одном месте. А вы меняете, то есть, да, спальные места? Ну да, стараюсь менять, потому что есть люди, которые не понимают. Ой, ну эти люди, знаете... Да-да, есть, есть. Ну их... Тоже на каждого внимания обращать ведь не будешь, правильно? Не будешь, конечно, но их точка зрения тоже не имеет. То есть вы, в принципе, с ними внутренне так, ну тоже согласны, да? Или, ну, вы можете их понять, войти в их положение, да? Все они работают, там что-то ходят зачем-то, все они семью зачем-то там заводят, да, вот эти вот никчемные личности. В принципе, вы в их положение войти можете. Обязательно. Ну амбиции – это что? Это же порождение комплексов. Если человек хочет чего-то добиваться, значит, ну, обидели в детстве. Ну, естественно, это вторая-вторая... А если ничего не хочется добиваться, значит, ты все, ты красавчик, ты, значит, преуспел в жизни, правильно? Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте, как ваши дела? Прекрасно. Ой, хорошо, а у меня нет. А что такое? Ну, вот, не везет, Соня. Не везет? Не везет. А что такое? Рыбалка не удалась или что? В казино проиграли. Пускай, кажется, тоже в казино. А что такое? А в чем не везет тогда? Везет, наверное. Ну, ну что вы, что вы. Посмотрите, солнце как светит и ярко. Солнце светит и ярко, да. Эх, пессимистка. Пессимистка. А вам тоже не везет сегодня? Или вам везет? А что такое? Ясно. Эх. Ну, будем надеяться, что вам повезло. Ну, конечно, повезло, раз вы... Раз сегодня вышла очередная серия блога Ивана Базанова, то, естественно, вам повезло. Ну, что ж, давайте сделаем так, чтобы эта серия не была последней. Она, конечно, ее не будет, если вы будете размещать видео в своих соцсетях. Предлагать своим друзьям посмотреть, лайкнуть, подписаться и прочее подобное. Вот эта хрена тянется. Я вас люблю. Я вас целую. Во все щеки, во все губы, во все лбы, во все ваши сердца. Как сказал бы Сосо Павлиашвили. Всем хорошего дня. Сосо Павлиашвили.